Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы поговорим о тех изменениях в бюджет Волгограда, которые внесли на своем очередном заседании депутаты Волгоградской городской думы. Об этом мы расспросим главу Волгограда Ирина Гусева. Здравствуйте, Ирина Михайловна. На недавнем заседании депутатов Волгоградской городской думы были приняты определенные поправки в бюджет города на 2014 год. Чего они касались? Это были поправки, которые касались социальной сферы. Речь шла о детских садах, потому что ремонт в детских садах необходим. Мы помним, объявлено нашим президентом модернизацию образования, когда речь шла только о школах. Детские сады – это муниципальные обязательства, и поэтому ремонты, реконструкции, строительство в том числе. Мы, конечно же, поправками обратили внимание на детские сады, и в данном случае поправки касались ремонта детских садов. Еще была поправка, с моей точки зрения, очень социально важная – это о маневренном фонде, потому что очень много людей приходят к нам навстречу. Это малоимущие граждане, это граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и мы должны были выделить денег на ремонты жилья для этой категории. Но сейчас в Волгограде около двух сотен таких квартир. Вы знаете, на самом деле желающих получить это жилье и нуждающихся их намного больше. И поэтому одна из поправок, она касалась как раз ремонта этого жилья для того, чтобы уж если и предоставлять жилье людям, и улучшать их жилищные условия, то хотя бы чтобы они попадали сразу в человеческие условия. Они заново начинали ремонтировать и тратили на это деньги, которых у них и так нет. – Утвержден ли на сегодня порядок формирования этого самого маневренного фонда и определенный список категории лиц, которые имеют право на проживание? – С 16-го было заседание Думы, на котором были учтены все эти ваши вопросы. И если какая-то информация дополнительная кому-то нужна, то каждый глава администрации района ответит любому жителю и расскажет, что и как. Потому что вся нормативная база приведена в соответствии с требованиями. И учтены все замечания жителей. Понятно, она не идеальна, потому что вместо 200 квартир надо 1200 квартир. Главная цель в следующий год – это как раз в том числе и ветхоаварийное жилье, и приведение в соответствие маневренного фонда, чтобы можно было людям жить и дожидаться своей очереди, или приобретать жилье, улучшать свои жилищные условия. – Конечно же поправка, связанная с предоставлением транспорта семьям, в которых 5 и больше детей. Вы знаете, очень горжусь этой поправкой, потому что когда шли на выборы фракции «Единой России», депутаты «Единой России», кандидаты тогда «Единой России», мы об этом говорили, что будем поддерживать семью. И когда пришли в молочную кухню, обещали и сделали, и вот сегодня поддержка многодетной семьи транспортом – это очень важная поддержка. – Но вот об этой программе говорится, что ее реанимирует эта программа. – Да, она была в городе Волгограде, она была, потом ее, понятно, по дефициту бюджета, по невозможности ее реализовать, ее приостановили действия, и сегодня наша новая команда вернулась к реализации этой программы, но, повторю, за счет денег наказов избирателей фракции «Единая Россия». И в этом году это 12 машин, а в следующем году их будет больше, потому что программа рассчитана на 5 лет. И как только научимся зарабатывать, а мы к этому идем, мы, конечно же, будем эту программу наращивать. – Но бюджет-то и в этом году не сильно благополучен, то есть у какого масштаба эти затраты на приобретение транспорта? – Не просто неблагополучно, у нас ведь еще есть долги, и у нас ведь еще есть обязательства, у нас есть кредиты. Поэтому то, что мы нашли деньги на приобретение транспорта в этом году, я считаю, что это победа. – Ирина Михайловна, недавно вы встречались с руководством компании «Газпром», каких договоренностей удалось достичь? – Мы были приглашены руководству города на совещание у губернатора с компанией «Газпром». Понятно, что губернатор интересовал весь регион, не только Волгоград, хотя там докладывала компания «Газпром», что мы являемся должниками, и старые долги 2008-2003 года даже есть. Но могу сказать, что очень благодарна губернатору, он понимает, что самостоятельно эту проблему мы не решим. Если с текущими платежами у нас сейчас более-менее порядок, то предыдущие долги компании «Газпром» – это не благотворительная организация, это государственная организация, которая должна вместе с нами нам давать товар, мы отдавать деньги за товар. И я очень рада, что создана рабочая группа, что удалось договориться о том, что диалог продолжится, что мы должны не просто долги гасить, но и видеть перспективу развития, потому что в Волгограде 4,5 тысячи домов не газифицировано, и для меня это очень важно, чтобы в 21 веке люди жили достойно. И к этому все равно придем неизбежно. И, конечно же, говоря про «Газпром», меня очень порадовало то, что губернатор договорился о производстве здесь на базе завода нашего коллеги Александра Лазарева. Ну, это не его завод, а завод, которым он руководит. Производство жиженного газа для всей страны, ну, по крайней мере, для Южного федерального округа. Это новые налоги. В общем-то, разговор был конструктивный. Я впервые присутствую на разговоре, когда компания «Газпром» приехала сюда выстраивать диалог. Это серьезный посыл в поддержку губернатора. Но уж губернатор, зная все наши сложности с управляющими компаниями, с долгами прошлых лет, я уверена, он вместе с нами выровняет ситуацию и поможет нам уйти от этих долгов. Говоря о поправках, не могу не сказать о поправке, которая касается каждого гражданина и каждого жителя Волгограда. Это поправка по дорогам. Там порядка 500 миллионов выделяется. 480 миллионов. Этот год сама программа рассчитана на 3 года миллиард 600 миллионов. И хочу сказать, что это серьезная сумма, если уж учесть, что депутаты областной думы, городу Волгограду в этом году выделили на все ремонты дорог 56 миллионов рублей. Мы понимали, что нам ждать от области нечего. Мы понимали, что никто нас не поддержит. Поэтому депутаты, новая команда, пятый созыв, вы приняли решение, что это приоритет. Конечно, не все были довольны, не всем нравилось, не все задавали вопросы. Многие задавали вопросы, почему на 3 года, как же мы будем на себя брать обязательства. Нашим избирателям, им неинтересно, какие у нас долги, им интересно, где мы будем искать, им нужен результат. Именно поэтому, взяв полноту ответственности на себя, когда нам доверили власть, мы понимали, что от власти люди ждут конкретных дел. Слово, за словом дела, за делом результатов. Но вот эти 480 миллионов, их явно на весь город сразу не хватит. Вот как распределяются эти деньги? В этом году мы потратим 1,6 млрд рублей, а расплачиваться будем 3 года. Хватит ли это на весь город? Что удастся сделать? Нет, конечно, на весь город нет, потому что документов в городе на 3,6 млрд, но речь идет о поперечниках. То есть первая и вторая продольная, это не дороги Волгограда, это дороги областного подчинения. И сейчас я, конечно, возлагаю, как и все жители Волгограда, надежду на нового губернатора. У нас с ним была встреча, которая касалась газа и дорог. И мне было приятно слышать, что он не просто понимает эту проблему, он ее готов решать, и я уверена, что он ее решит. И деньги на ремонт внутриквартальных дорог, на поперечники, на дороги первую и вторую продольную, которые в Волгограде, конечно же, нужно выделять, и городу надо помогать. Но пока наших городских денег, мы видели 1,6 млрд рублей, и в этом году мы весь 1,6 млрд потратим на поперечники. В каждом районе улицы расписаны, в каждом районе есть понимание, что эти крупномасштабные работы будут в этом году произведены, люди увидят результат. Появятся дополнительные деньги, конечно, еще будем ремонтироваться. Но если бы мы были волшебниками, то мы давным-давно бы сделали дороги. Если мы рассчитываем на то, что в момент сказка станет былью, это неправда. Но люди видят, что мы двигаемся вперед, и нас это стимулирует, нас это поддерживает. И люди понимают, что сделав на 1,6 млрд, в следующем году, даже сделав на 1 млрд, мы все равно будем идти вперед. Можно было, конечно, избирателям сказать, вы знаете, денег нет, долги, область такая плохая, дали нам 56 млрд, и мы ничего делать не будем. Нет, мы с пониманием отнеслись к депутатам, когда они принимали бюджет в 2013 году, в декабре, когда выделяли нам такую сумму денег. А с приходом, повторяю, нового губернатора, конечно, появилась серьезная надежда, что город будут поддерживать. Я в этом не сомневаюсь. Вы сейчас отвечали на вопрос, вы правильно отметили, что людям важен результат, то есть важно качество. Если говорить об этих программах, что ремонт маневренного фонда, ремонт дорог в городе, то есть кто будет следить за качеством, и не получится ли так, что часть денег где-то растворится, и будет ли должен качество? Когда пришла наша команда, мы говорили о том, что почему дороги в Волгограде такие, потому что схема прохождения денег, она не просто непрозрачна, она явно специально отработана для того, чтобы деньги до дороги не дошли. Но этим заниматься будут другие органы, не мы, и материалы мы все передавали, передаем и будем передавать. Наша задача сегодня, поправив бюджет и одобрив ту программу, которую принесла нам администрация, контролировать. И не просто контролировать, притворяясь специалистами. Нет, нас интересует бюджет, нас интересует конкурс, и поэтому в конкурсной документации мы не просили, а требовали, чтобы эта организация была здесь зарегистрирована, чтобы она платила налоги, чтобы были новые рабочие места, чтобы был завод, чтобы ремонтировали ночью, чтобы применялись новые технологии. Потому что специалисты, которые меня слышат, они понимают, что долгое время ремонтные дороги в Волгограде велись на битуме, на нашем местном щебне. Вот отсюда результат. И поэтому мы пригласили компанию, мы встречались, мы выезжали в несколько регионов, смотрели специалисты, как делают дороги. Мы советовались и наводили справки на все компании, которые в нашей стране работают по новым технологиям. Сегодня на конкурс придут 2, 3, 4, 10 компаний, не знаю сколько. Пусть выиграют только те, кто покажет людям результат. А почему я настаивала и почему голосовала за эту программу, и почему коллег убеждала в том, что это нужно сделать? Ведь 480 миллионов мы только в этом году заплатим, все остальное долг в последующих лет, но дорога уже будет сделана. И мы можем как раз быть контролерами того качества, который дорога покажет себя, когда она переживет лето, осень, зиму, следующую весну. И мы поймем, эта дорога способна, она отвечает всем требованиям. Этот подрядчик сдержал слово, он за качество отвечал. Но очень важно, чтобы компании понимали свою ответственность. Я думаю, что после Олимпиады в Сочи, когда закончилось глобальное масштабное строительство там, и когда мы в Волгограде идем к чемпионату 2018 года, все компании отдают себе отчет, что или приходишь сюда всерьез и надолго, становишься партнером городу и можешь поучаствовать и заработать денег в предстоящем чемпионате, или не просто опозоришься, а навсегда вся страна узнает, что есть компании, которые прибежали, не выполнили обязательства и убежали. И могу сказать, что такие компании в городе уже были, хотя имеют мировую известность. А сегодня мы предъявили иски компании «Штрабок» и за качество своих дорог судимся по предыдущим годам. Потому что, если уж ты выиграл конкурс, то будь добр, пожалуйста, отнесись по-партнерски к жителям этого города, которые тебе верят, которые являются налогоплательщиками. Это их деньги в том числе. Ну и скоро майские праздники у нас в городе заканчиваются месячем по благоустройству. Можно ли подводить какие-то итоги, как хорошо мы убрали Волгоград? Ну, во-первых, могу сказать, что равнодушных людей не было. Пришли очень многие организации, предприятия, бизнес, бюджет. Все хотели помочь, общественные организации, национальные диаспоры. Всех благодарю. То, что мы сделали в городе и сделаем еще, это не эпизод, это система, это отношение, истинная любовь к своему городу. Огорчает, конечно, меня то, что мы в этом году решили оживить город, видоизменить его и подарили городу добрые люди две клумбы. И это только начало, потому что пиарных фигур будет очень много. Ну и что? Нашлись те, кому это совсем не нравится. Изуродовали фигуры, покатались на них. Астраханский мост сначала весь исписали, а потом все секции выбивали ногами. Знаете, что больно? Больно, что это наши с вами дети. Больно, что они хотят, чтобы город стал лучше, хотят, чтобы он был хуже. И вот это вот наша вечная зависть. В Краснодаре хорошо, а в Сочи там тоже же учиты дети. Я не знаю, не слышала, по крайней мере, чтобы там гадили в собственном городе. Мне больно, но мы ориентируемся не на этих людей. Мы все равно сейчас сделаем все возможное и невозможное, чтобы найти, и виновных накажем. Мы ориентируемся на тех самых мам, которые с ребятишками гуляют, на тех самых подростков замечательных, которые принимали участие в разработке этой программы, на тех жителей, которым сегодня наше озеленение, благоустройство города, новые клумбы, новые цветы, новые деревья, придает настроение, хорошего здоровья прибавляют. Я очень довольна, потому что наш город, он самый лучший на свете. И он давным-давно заслужил быть чистым, он давным-давно заслужил хороших дорог, он давным-давно заслужил любви губернатора, какой не было много лет. И он, конечно же, заслужил тех самых благодарных людей, которые по-настоящему любят наш Волгоград. Спасибо, Марина Михайловна, за беседу и до свидания. Спасибо большое.